Уже практически через месяц во дворе 8-й гимназии на торжественную линейку соберутся сотни школьников. Прозвучит первый в этом году звонок. Но пока здесь слышен лишь шум строительной техники. В здании начался большой ремонт. Гимназию покрыли строительные леса. Фасад школы уже начали ремонтировать. Прямо в центре школьного двора строительный мусор и все, что осталось от санузлов. Другие фрагменты туалетов рабочие грузят вот в эту машину. Санузлы на первом и втором этаже капитально отремонтируют. Пока же рабочие демонтируют старую плитку и перегородки. Впоследствии поменяют в уборной коммуникации, поставят новую сантехнику. Ждут ремонта и общие помещения школы. На первом этаже в холле и коридорах уже сняли старую краску. Теперь на ее месте появится плитка – более долговечный материал. Применяем нормальный материал и, соответственно, очищаем стены, снимаем споклевку. Будем потом поносить бетонный контакт, укладывать плитку так, чтобы было на долговечность. Не просто накидать, намазать и через год опять ремонтировать. Постараемся сделать это на более долгие сроки, на 5-10 лет. В самой гимназии ремонт называют косметическим с элементами капитального. А вообще школу в последний раз обновляли больше 10 лет назад. Это позволит нам, на самом деле, обеспечить и новое качество образования в том числе. Почему? Потому что это комфортные условия для детей, это комфортные условия для учителей. Соответственно, это лучшие условия работы и учебы. У нас сейчас учатся 2200 детей, плюс на нашей базе работают 4 спортивные школы вечерами. Поэтому мы можем смело сказать, что школа работает с 8 утра и до 10 вечера. Большой ремонт рабочие обещают закончить за три недели. Так что на линейку 1 сентября дети придут уже в обновленную школу. Кстати, ремонтируют здание в рамках шефской помощи. Практика привлечения меценатов давно успешно применяется на курорте. В этом году бизнесмены вложат более 20 миллионов рублей в ремонт 21 учреждения образования. 64 миллиона рублей на текущий ремонт выделят из городской казны.